Доброе утро, дорогие друзья! Все та же недельная глава Ва-Е-Хи, уже целый четверг. Вы знаете, в этой недельной главе очень интересные темы поднимаются. Давайте мы с вами поговорим об этом. Тот, кто хочет удостоиться подлинной веры, он должен задумываться над тем, что с ним происходит. Ну, быть внимательным к своей жизни. Надо постоянно иметь какой-то внутренний анализ. И он поможет увидеть все события, которые происходят не просто как хаос, а как направляющий руку Творца. Не просто случайное сплетение обстоятельств, а те причины, которые посланы Богом, создающие узор такой причинно-следственных связей в нашем мире. Надо быть внимательным и служить праведникам. Один человек пришел, расскажу Майсу, к Раву и Западе, и рассказал, что дочь выходит замуж, а у него нет ни копейки денег на свадьбу. Сказал ему Рав следующее, а сколько тебе надо? Он говорит, ну там, 300 рублей, 500 рублей. Он говорит, возьми рубль, иди на ярмарку, сейчас началась ярмарка, и купи первое, что тебе предложат. Это принесет тебе удачу, и ты все оплатишь. Аминь, сказал бедняк. И пошел на ярмарку. Пришел, смотрит, сразу подошел, там ювелирные такие, люди стоят, купцы обсуждают сделки, прислушивался, ну стало нехорошо. Торговцы драгоценными камнями говорят о десятках тысяч, даже сотнях тысяч рублей. Стоит, как столб, не знает, что делать. Один торговец подошел к нему, говорит, ты что, я пришел заключать сделку. Он говорит, интересно, на какую сумму, на рубль. Ну тут все начали смеяться, и тут миллионы, а тут рубль алмазный, песчинка больше стоит. Так что, вам нечего мне предложить, смутился бедняк. Один из торговцев говорит, почему, хочешь продам тебе мой будущий мир за рубль. Все опять начали смеяться, а бедняк помнит слова Рава. Он говорит, я согласен, протянул рубль торговцу, и ушел. Торговец вернулся домой, довольный, дела хорошо шли, рассказывает жене, как прошел день, вспомнил забавный случай, дополнение к общему заработку. Тысячу заработал, еще рубль, один наивный купил у меня будущий мир. Однако жена совсем не так отреагировала. Она говорит, конечно, нельзя сказать, что мы великие праведники. Ну там что-то хорошее сделаем, там в Ёмки-Пур постимся, в Шаббат свечи я зажигаю. Иногда какое-то хорошее дело. В общем, в будущем мире, если мы не будем впереди, ну где-то не на самом последнем месте, может посадят в коридоре, а ты хочешь вообще без будущего мира, жить с мужем, у которого нет будущего мира, я не буду, подаю на развод. А если не хочешь разводиться, иди отмени сделку. Ну жена серьезная у него была, торговец с трудом нашел нашего еврея этого. Тот отказался. Даже когда торговец предложил ему 5, потом 10 раз больше, он отказался. Раф указал мне согласиться на эту покупку. Пусть Раф укажет, отменять сделку или нет. Пошли они к раввину. Тот сказал торговцу, этому человеку нужна тысяча рублей, чтобы выдать замуж дочеку. Да ему и он вернет тебе будущий мир. Да это же грабеж, возмутился торговец. Я так не думаю, сказал Раф. Ну выбор в твоих руках. Ну выбора как раз у него и не было. Под давлением жены он согласился. Только хотел понять одну вещь. Почему Раф не считает, что это грабеж? Купить за рубль, а отменить за тысячу. Почему вы раввин так считаете? Раф говорит, ты пойми, будущий мир это реальность. Это не меньше реальность, чем твои алмазы, а может и больше. Это награда за то, что мы сделаем на этой земле. За наши добрые дела, за заповеди. А вот сколько мы получим за них, этот тариф мы сами устанавливаем. Если они дороги в наших глазах, мы получим много. А если пренебрегаем, мы получим мало. Когда ты согласился продать свою часть в будущем мире. За рубль, она стоила рубль. Теперь, когда ты согласился заплатить тысячу, она стоит тысячу. Все зависит от взгляда. Все зависит от того, как ты воспринимаешь этот мир. Если он конечный, то надо побольше урвать в этом мире. А если это мир, ну я не знаю, бонусов, в котором надо успеть собрать для вечной жизни в настоящем мире, а не вот в этом нарисованном. Где одно доброе дело дороже миллионов, тогда совсем другое. Еще одну короткую мальчику расскажу на эту тему. Она старая, но иначе выглядит. Обстановка в доме Хафицхайма была самой простой. Стояли вот такие вот накрашенные, некрашенные столы и лавки. Все. Один богач, посетивший мудреца в его доме, не поверил глазам и спросил, а где же ваша мебель? Мудрец говорит, а где ваша мебель? Тот говорит, ну я не вожу с собой свои гарнитуры. Я здесь только проездом. Мудрец улыбнулся и говорит ему ответ, я тоже в этом мире только проездом. Поймите это. Веленский Гаон перед смертью сказал следующие слова, глядя на цицит. Такие вот, знаете, ниточки. Сколько стоят эти нити в этом мире? Копеечка. И за копейки можно исполнить заповедь. К сожалению, в будущем мире заповеди нет. В следующем мире человек живет только на то, что на заслуги этого мира, на заработки этого мира. И живет так тысячи лет. Представляете, вы приходите в следующий мир и вдруг, не дай бог, оказываетесь голые боссы, хотя вам казалось, что вы такой крутой в этом мире. И наоборот. Человек, который оказался в этом мире, никто не видел, а в следующем мире он весь сияет. Вот так надо смотреть на все это. Вот так смотрели наши праотцы. И так смотрел Яков, который, к сожалению, в этой главе уже закончил свой земной путь. А мы с вами продолжаем жить для того, чтобы набираться бонусов, верить в того, кто наверху, радоваться, улыбаться, и в то же время не забывать о хороших делах. Браха, вы отслыха.